На днях мне задали отличный вопрос. Антонио, как можно посредством одежды продемонстрировать свой статус? Я предвижу ответ, носи костюм, но вот проблема, я никогда не ношу костюм, потому что работаю на складе. Никто их не носит. Как можно носить повседневную одежду и при этом демонстрировать высокий статус? Филиппа, спасибо за хороший вопрос. Действительно, как показать свою силу, свое положение через обычную одежду? Стоит ли добавить в свой гардероб что-то конкретное, чтобы достичь этой цели? Узнайте в сегодняшнем видео. Первое, что нужно понять, когда речь заходит о повседневной одежде и стиле в целом, это то, что на протяжении тысячелетий одежда служила показателем положения человека в обществе. Даже в доисторические времена, если вы могли позволить себе носить шкуры определенных зверей, это демонстрировало, что вы способный охотник. Если посмотреть на Древний Египет, Грецию, Вавилон или Персию, можно увидеть, что люди, обладающие определенным статусом, одевались иначе. И это проявлялось и в подборе обуви, и в выборе цвета одежды. В Японии 15 века сандалии были признаком знати. Это правило нельзя было нарушить под страхом смерти. Некоторые считают, что сын Рикю, крестьянин по происхождению, был вынужден совершить самоубийство именно из-за того, что носил сандали. Да, не слишком хороший исход. На протяжении всей истории в различных обществах были свои правила касательно одежды. И те предметы гардероба, которые ассоциировались с высоким статусом, также разнились. А сегодня я знаю людей, которые видят кого-то вроде Марка Цукерберга и восклицают. Эй, я могу одеваться как парень, который владеет Фейсбуком, а он миллиардер. Я могу так одеваться и все еще казаться статусным, влиятельным и уважаемым человеком. Верно? Нет. Если вы посмотрите вокруг, вы увидите, что подавляющее большинство мужчин, занимающих высокое положение в обществе, носят костюмы, пиджаки, униформу. Пиджак ассоциируется со статусом, силой и властью. Однако сам вопрос был о том, можно ли носить повседневную одежду и продолжать казаться статусным. Это сложнее, но ответ – да. Правило номер один. Повседневность не значит небрежность. Повседневная одежда не значит грязная. Повседневная одежда должна быть подходящего размера. На ней не должно быть пятен. И она должна хорошо сидеть на вас, даже если это футболка. Многие люди носят слишком большие футболки. Подбирайте одежду под вашу фигуру и пропорции. Что касается ткани, есть разница между дешевым и более качественным длинноволокнистым хлопком. Ткани состоят из более толстых нитей. Такой хлопок лучше сидит на теле. Даже на примере футболок вы легко почувствуете разницу, особенно если потрогаете. Правило номер два. Обувь имеет значение. Я уже приводил пример с сандалями, так что поговорим о ботинках. Почему так сложилось, что кожаные ботинки стали объектом всеобщего обожания? Потому что они были чрезвычайно дорогими. Только богатые люди могли себе их позволить. Взгляните на каблуки, в особенности на ботинках. Они были нужны, чтобы показать, что у вас есть лошадь. Каблук помогал удерживать ногу в стремени. Таким образом, каблук также повышал ваш статус в глазах окружающих. Парни, если вам нравятся подобные видео, окажите мне услугу. Поставьте лайк. Тем самым вы поможете каналу и поспособствуете продвижению видео. Правило номер три. Уделяйте внимание аксессуарам. Вашим часам и головному убору. Детали имеют значение. Сведущие люди непременно обратят внимание на хорошие часы. Головной убор также обязательно будет замечен. Если ваш собеседник знаком с брендом, он отметит, что у вас есть стиль. Ваши ювелирные украшения вроде таких обязательно привлекут внимание тех, кто разбирается и сможет отличить оригинал от подделки. Правило номер четыре. Уверенность – это все. Ваша должна сидеть на вас, как вторая кожа. Учитесь носить ее. Это должен быть ваш образ, ваша униформа. Когда я говорю униформа, я имею в виду, что вы понимаете, какой образ вы демонстрируете окружающим. Вы артист, вы спортсмен, вы можете одеваться скромно, но у вас есть стиль. Если парень одет так, неважно, носят ли окружающие костюмы или нет, все дело в уверенности. От него приятно пахнет, у него хорошие аксессуары. Все в одежде этого парня говорит о том, что он выбивается из общей массы. Может быть он рок-звезда, о которой я раньше не слышал. А может у него свой бизнес. Как на вас реагируют люди из вашего ближайшего окружения? Потому что мы часто обращаем внимание на реакцию других людей, особенно женщины. Они смотрят не только на то, что вы говорите о себе, на вашу одежду или образ, но и на то, как другие люди, особенно мужчины, реагируют на вас, когда вы входите в комнату, просите о чем-то. То, как вы демонстрируете свой статус посредством языка тела. И то, как окружающие люди реагируют на вас – шаг к тому, чтобы показать, что вы лидер, что с вами шутки плохи. Парни, я знаю, что у вас есть свое мнение. Согласны вы или нет? Дайте мне знать в комментариях. Рассмотрим несколько примеров. Крис Пан. Этот парень не настолько известный, как многие другие актеры, и это то, что мне в нем нравится. Не каждый узнает его на улице. Но то, как он сочетает разные предметы гардероба, его внимание к деталям сразу выделяют его на фоне окружающих. В нем что-то есть. Патрик Махомс, квотербэк Канзас Сиди Чивс. Если вы с ним не знакомы, то вкратце он не блистает, но приковывает к себе взгляды. Как правило, носит простую одежду, которая хорошо сидит. В его походках, его жестах сквозит уверенность. Он выиграл супербол. Он не так прост. А что Дрейк? Вы можете любить его или ненавидеть. Этот парень в каждой бочке затычка. Он может одеваться скромно или носить костюм, но он всегда выглядит шикарно. Его прическа всегда органично. Он умело носит ювелирные украшения и разбирается в обуви. И не будем забывать Джошуа Коннора. Все, как я люблю. Пиджаки и свитеры. Этот парень понимает силу стиля и не чурается повседневной одежды. И при этом всегда хорошо выглядит. Какое видео посмотреть следующим? Как насчет девяти практичных вещей, которых нет в гардеробе у девяносто девяти процентов парней? Может не у девяносто девяти, но...